У нас есть у родителей шикарный летний дом, но ключевое слово летний, потому что мы можем ездить туда только летом, а проводить время зимой, осенью, весной мы, получается, можем только дома, в городе. И, соответственно, у нас возникла идея, все-таки хотелось что-то свое, плюс хотелось круглогодично посещать дачу, ездить с детьми на выходные, на праздники, на дни рождения, собирать друзей. Поэтому постепенно-постепенно мы пришли к тому, что надо что-то свое, и возникла идея построить дом. Если бы точнее, мы, наверное, даже не только дом, сколько дачу. Мы все-таки хотим сюда ездить летом достаточно регулярно, а вне сезон посещать на выходные. Достаточно долго выбирали проект, и у нас были несколько ключевых моментов, на которые надо было обязательно обратить внимание. Это обязательно наличие второго света в доме, большого остекления панорамного. В проекте обязательно была общая зона кухни, гостиная, столовая, потому что это место, где мы с семьей собираемся проводить больше всего времени, и достаточно обширная терраса, потому что летом мы в большей степени проводим все-таки время на воздухе, на террасе. Просматривая очень много проектов, так, чтобы все совмещалось в одном проекте, мы, конечно, не нашли, поэтому приняли решение разработать проект для себя с архитекторами, выбрали внешне более-менее похожий на то, что нам нравится. Это проект финского дома, а дальше уже внутри планировку работали с дизайнерами для нас, чтобы все моменты были вычтены. Изначально мы даже не рассматривали каркасное домостроение, и Женя сразу сказал, никакой дом не буду строить, чем я построю каркасный. Но изначально мы рассматривали только технологию клееного бруса, потому что нам нравилось внешне. Но дальше возникло очень много вопросов и с финансовой точки зрения, и то, как быстро дом можно построить. Поэтому постепенно-постепенно стали рассматривать каркасный дом, но вот именно по финской технологии. Мы вообще хотели построить дом по такому принципу, чтобы он сильно отличался от квартиры, там, где мы проживаем. Чтобы когда мы приезжали сюда, у нас складывалось сразу впечатление, что вот мы за городом. Поэтому расположили дом как раз с видом на лес. И у нас на самом деле дома в Москве очень плотная застройка, везде из окон, куда ни глянь, везде дома, дома, дома. А здесь как раз приезжаешь, и можно дышать воздухом и никого не видеть, наслаждаться только природой и окрестностями. Фундамент для данного дома мы убирали УФФ, потому что у нас дом будет обогреваться электричеством. То есть у нас в поселке нет газа, у нас есть только электричество. Поэтому мы убирали фундамент, который будет энергоэффективный, чтобы экономить деньги на отопление. Также потому что высокотехнологичный фундамент на данный момент. И мы хотим топить дом, то есть дом обогреваться будет не радиаторами, а только теплым полом. Утепленный финский фундамент – это фактически нулевой цикл строительства дома. Так как даже взять, если калькулятор посмотреть, в этом фундаменте есть теплый пол, там есть утепление. То есть это все то, что в любом другом фундаменте, который у нас достаточно часто используется в Москве, то, что прибавит стоимости, если сделать такой же нулевой цикл. Поэтому те люди, которые говорят, что утепленный финский фундамент дорого, если посчитать все и сравнить обычный классический фундамент и этот фундамент, то, наверное, утепленный финский фундамент в итоге даже будет дешевле. Конструктив стен дома – это классический скандинавский каркас. Где используется утепликель 150 мм плюс панели ветрозащитные 50. Для внешней отделки дома мы выбрали имитацию бруса, более широкую, чем она идет в стандартной комплектации. Мы это сделали намеренно, потому что мы хотели, чтобы наш дом выглядел богаче и наиболее максимально был похож на настоящий деревянный дом, экологичный. Ну и всячески хотели, чтобы он был похож на дом из клееного бруса. Здесь у нас цвет фасада, мы достаточно долго определялись, какой мы хотели. Или тепло-серый, или холодно-коричневый. В итоге удалось нам найти такой сложный, на мой взгляд, цвет. Он называется крот. Ну и у нас также была опция выбрать или белые наличники, или темные. Но в данном решении мы все-таки выбрали белые, для того, чтобы подчеркнуть контраст и сделать дом все-таки таким ярким и нарядным. Пирог крыши классический. Мы использовали металлочерепицу. Выбрали цвет серый. А серый матовый, для того, чтобы он, наверное, подходил к цвету дома. Единственное, что изменили мы в пироге крыши, это дополнительно сделали утепление. Оно у нас составляет 300 миллиметров. Это сделано для того, чтобы уменьшить энергозатрат на отопление дома зимой. В этом доме мы хотели воплотить все те идеи и пожелания, которые мы не можем реализовать в нашей квартире в городе. Это обязательно наличие второго света, большие панорамные окна, камин в будущем, который будет, большая зона, кухня, столовая, гостиная, где может разместиться много людей. Мы очень хотели объединенную зону, кухню, столовой. И столовой, вот моя большая давняя мечта, чтобы был большой стол минимум на 10 человек. Даже если мы будем ужинать вчетвером, чтобы было большое пространство. И как раз у нас с зоны столовой открывается вид на наш красивый участок, ровный, где на горизонте лес. В общем, это наш дом, это воплощение наших идей и мечт. На втором этаже у нас предусмотрено открытое пространство, open space. Мы там не будем размещать спальню. Это будет такая игровая зона, может быть, или там в дальнейшем библиотека. Может быть, поставим настольные игры, может быть, бильярд или хоккей для детей. И на самом деле, если первый этаж мы полностью уже продумали планировку, где что, то на втором этаже мы оставили это на будущее. Может быть, наши дети что-то там придумают, мы им разрешим там покреативить. Мы не планируем закрывать плотной перегородкой второй свет. Хотим поставить там воздушное ограждение, стеклянное, для того, чтобы сохранить вот этот объем и пространство, и чтобы было видно с первого этажа окна на втором этаже. Нам это очень нравится идея. На данный момент у нас лестница черновая. Но в дальнейшем мы планируем закрыть это пространство, сделать лестницу скрытой, чтобы здесь была такая, знаете, очень уютная и комфортная зона для отдыха. Потому что у нас лестница сейчас прям взгляд падает на лестницу. Мы ее закроем и здесь декорируем какими-то отделочными материалами. Дом мы хотим отделывать деревом, внутри имитации дерева. Это для нас очень важно, потому что сейчас мы проживаем в квартире, где нас, в принципе, все устраивает. Но вот приезжая за город, мы хотим ощутить атмосферу деревянного дома, чтобы картинка тоже менялась. Поэтому у нас будет имитация бруса. Возможно, вот в зоне камина, здесь предусмотрен камин, может быть, мы предусмотрим отделку камнем, чтобы было контрастно. В ближайший год мы постараемся закончить внутреннюю отделку. Что касается ландшафта, то вот мы в этом году смогли выровнять наш участок и засеять травой. Вот. И остальные работы, наверное, оставим на следующий сезон. Ну, на данный момент мы, конечно, концептуально строим дачу, но очень качественную дачу, готовую для постоянного проживания. И надо сказать, что в процессе стройки мы с каждым разом все больше и больше влюбляемся в этот дом. Поэтому, если в какой-то момент мы примем решение переехать сюда на ПМЖ, то наш дом с радостью встретит нас, и мы, в принципе, можем ни в чем себе не отказывать и жить здесь круглогодично. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк, если не согласны с тем, о чем здесь говорилось. Дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас. Субтитры создавал DimaTorzok